Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Amigo FIFA. У нас новая серия карьеры The Manchester United FIFA 22. Огромное спасибо за поддержку прошлой серии, потому что как-то где-то весной, в начале лета, я подумал, что канал немножечко погибает, что актив падает и так далее, то подобное. Но нет, сейчас посмотрел на каком-то крейтинге результаты первой серии карьеры TheMU. Мне все понравилось, вполне себе меня все устраивает, поэтому спасибо вам большое за поддержку, спасибо большое за то, что вы понаписали кучу трансферов для этой карьеры и вот сейчас как раз я хочу с вами о трансферах и поговорить. Значит, скажу сразу, я добавил абсолютно всех, кого вы просили, но абсолютно всех мы не купим, тем более некоторые это совсем уж не реалистично. Поехали по списку. Маркус Лиоренте. ЦП, ПП, ФРВ, он, естественно, в центральную зону у нас пойдет. В принципе, вариант неплохой, дороговатенький, где-то в районе 100 миллионов нам придется на него отвалить. Посмотрим. Ренату Санчеш. Вы сами знаете Ренату. Мощь машины и красавчик вообще. Но с его успехом, вот с таким рейтингом и с таким возрастом, можно туда же Сашку Головина поставить. Тоже центральный полузащитник, тоже рейтинг в районе 80 возраст. Ну, Сашка на два года постарше. Если еще по центральным полузащитникам. Дейклан Райс. Пока рейтинг там его не выдали, но через три дня скаут вернется с отчетом по нему. 22 года. ЦОП, ЦП. Тоже прекрасный вариант, тем более англичане. Просили, ну там, либо Головина, либо Миранчука, кого-нибудь, короче, из наших русских купить. Посмотрим. Может быть, Миранчука купим на смену Бруно Фернандошу. Ну, то есть, как бы, Бруно будет в основе играть, а во втором составе или его подменяющим будет Леша Миранчук. Не загадываем. Посмотрим. Может быть, даже Головин туда пойдет. Еще не знаю. Посмотрим. Дальше. Опять-таки, в центр поля Леон Горецко. Я слышал машины в этой части FIFA, поэтому очень хочется его протестировать. Вот. Фрэнки де Йонг из того же разрядом. 8,7 рейтинг у обоих. Правда, Йонг на 2 года помладше и качается до невероятных каких-то там 91-92. Посмотрим. Ромео Лукаку. В принципе, неплохая идея, но давайте все-таки немножечко фэрплей соблюдать. И он только что перешел в Челси, поэтому не знаю-не знаю. Но это был бы очень хороший вариант нападения. Но, извините, у нас Синьор Си есть. То есть, если у нас карьера затянется, там, на год, да даже не на год, больше, года на два минимум, тогда, да, требования по поводу Лукаку возможны. А так у нас пока Криштиану, и менять его я не хочу. Тем более, запасные у нас один Синьор Синьор Кавани, который, в принципе, можно слить. Но, тем не менее, у нас запас еще есть Антони Марсиаль. Нападет центральным нападающим. Поэтому Лукаку не знаю. Кельяна Баппе предлагали. Но это из области фантастики и полного нереаля... Все. Заплетается язык. Добрый вечер. Из разряда нереализма. Ну и Холмд, мне кажется, из той же точки. Хотя Холмдам не очень хочется протестировать. Это, знаете, такой Давид Трозеги на минималках, что ли. Посмотрим. Вот Мбаппе Холланд. Вероятность подписания, скажем так, 10 процентов где-то. Все остальное уже лучше. Но мы будем думать над этими всеми вопросами. Сейчас я загляну опять в состав и посмотрю, кто нам будет нужнее. Пытался я переучить Фреда и Мактомина с опорников на центральных полузащитников. У Фреда это заняло бы полгода. У Мактомина это займет, по-моему, два месяца. Что-то такое. Но, в общем-то, закрывать сону центрального полузащитника необходимо. Причем кем-то сильным. То есть, не Санчешем, не Головиным, а вот кем-нибудь из разряда Льоренте. Посмотрим еще на рейтинг Райса. Будет хотя бы в 83-м. Я, может, и Райс рассмотрю. Типа Льоренте, Горецкий и Де Йонга. Вот кто-то из этой троицы должен к нам подлететь в стартовый состав. А вот кто? Пока надо думать. Потому что деньги у нас на всех троих есть. Вопрос только, кого сюда надо? Ну, Фрэнки здесь смотрится предпочтительнее всего, с его возрастом, с его рейтингом. Тем более, большой центральный полузащитник у нас уже есть. Это, конечно же, Поль Погба. А вы знаете, как я хочу, чтобы если два центральных полузащитника, связка из двух центральных полузащитников, то один должен быть высокий, тяжелый, здоровенный, коим и будет являться Поль Погба. Второй маленький, техничный, шустрый, быстрый. Фрэнки не особо можно назвать маленьким, шустрым, техничным, но, тем не менее, плеймейкером он будет великолепный, как по мне. Поэтому я больше склоняюсь к покупке Фрэнки. Поэтому давайте попробуем сейчас с ним договориться. Хотя я уже ценник вижу, он какой-то бешеный. Там 150 миллионов, наверное, придется вывалить за Фрэнком и ждать, пока кто-нибудь из нашей команды продастся. Значит, вот приходят Фрэнки Де Йонг, я так понимаю, с Куманом. Точнее, нет, пока не Фрэнки, пока только Куман с нами будет разговаривать по поводу продажи. 119 миллионов. Давайте попробуем сейчас спихивать наших игроков. Например, хочу спихнуть Фреда и сверху докинуть, ну, 100 миллионов. Как вам такое идея? Нет, они психанули. Поэтому Де Йонг пока аут. Хорошо, хорошо. Попробуем Маркуса Льюренте. Нет, 187 миллионов отступных меня не интересует. Та же самая история. То есть, смотрите, вот у нас Поль Пагбам, Дони Ван Дебек, Скотт Мактомин и вот четвертый нужен кто-то, но, скорее всего, Мактомин и в итоге четвертый станет. Лингардиню тоже можно продать, в принципе, и вот на его место купить, например, Ренчука. Но мы сейчас не об этом думаем. Ну что, можно здесь Сатэм предложить? Не жирновато ли им будет? Давай 80. Фреда и 80 миллионов сверху. Как тебе такое Диего Симеона? Фреда они согласны, но надо 135 лямов сверху. Это они его хотят почти в два раза больше продать. Охренеть. Не-не-не-не-не, ребята. Мы на такое не идем. 100. Последнее предложение, я думаю. 135. Вот черти. Хорошо. Самое финальное. 110. Больше я не буду. Все. Дальше делайте, что хотите. Лучшее, что мы можем предложить, это 110. 135. Вот Симеона Жучара вообще не идет ни на какое понижение. Абсолютно. Ну и все. Вали тогда, господи. Лью Ренто, я думаю, мы можем вычеркнуть, потому что 135 плюс Фред я платить не готов. Это 150 миллионов сверху. За Лью Ренто всего лишь. Я к таким тратам не готов. Я же понимаю, что будет маловато игровой практики у нашего дорогого Леши, но это лучше, чем ничего. Потому что Леша имеет такой же пример рейтинг, как и Лингард, но на три года его помладше. Поэтому 17 миллионов. Давай еще десятку сверху. Ради Лешки мне не жалко. 10 и Лингард. Они хотят Линда Лёфа и 2 800 сверху. Интересно, интересно. Нам-то придется СЗ-шника искать нового. Нет, контр-предложение. Другой игрок на обмен. Давай Фреда. И те же 2 800 сверху. 3 150 и на Фреда. Полетели. Отлично. Немножко не по позиции, но значит Лингарда мы продадим тогда отдельно. А вот что по зарплате сейчас? Вот это будет очень интересный вопрос, потому что Лешка не изучен. А мы уже пошли с ним встречаться в ресторанчик. С ним и с его агентом. Садитесь, пожалуйста. Рад вас всех видеть. Благодарю за визит. Итак, роль игрока в клубе. В ротации. Леша должен понимать, что это как бы МЮ, поэтому... Ну как бы... Да, прекрасно. Соответствует нашим ожиданиям. Шикарно. Лет... Давай на 4 года. 2 года. Допустим, ладно. Не планируем отступные. Да. Зарплату. Ёооо, мне самому придется сейчас наобум целить. Давай 30 тысяч. Леша. И подписной сверху 300 тысяч. Серьезно? А сколько ему надо было? Я очень извиняюсь, но... А сколько? Просто интересно, сколько он получал или нам... А, там же нам же это не покажут, что это я, да. Я уж не знаю, с кого пример взять. 140 тысяч, чугарецкий зарплата в неделю. Уголовина 52. То есть, по-вашему, для Мерчука 30 это мало, да? Мудооо. Интересно, девки пляжут. Ладно, хорошо. Санчеши и Райса мы пока подождем. Пока не будем особо торопиться. Пришло предложение по Решфорду. Интер хотят его купить, предлагая Александра Бастони. И 15 миллионов сверху. Вы меня пытаетесь намахать, пацаны, потому что в сумме это выходит даже не 60, чуть поменьше. А он стоит 75. Нет, конечно. По Деклому Райсу отчет пришел. 82 рейтинг. Интересный вариант. Надо подумать по поводу него. Но все-таки я считаю, что если нам закрывать надо чем-то центральную зону, то это надо делать не таким же игроком по уровню, который у нас был. То есть, не Ван де Бека на Райса, да? То есть, не Райса на Ван де Бека. Суть и дела не меняет. Просто рейтинг один тот же. Поэтому не так, а чем-то по существенному. То есть, какой-нибудь Льоренто Горецкая Деонка из той области. Поэтому не очень хочется. Да, можно, конечно, заменить. А заменять некого. Тут и так Фред с таким же рейтингом. Мак Томин и с таким же. Мать и чат едет. Так что, такое себе. Ладно, о трансферах мы еще позаботимся. Нам сейчас надо сыграть теперь против Кавасаки. В рамках притязонного турнира. Если вы помните, мы все-таки в притязонке еще участвуем. Мировой класс, с которым нам, ну так, играть себе. Тяжеловасенько, но пока более-менее проходимо. Тем более, игроки подкачаются дальше к сезону. И уже на всякие плей-офф и на топ-6 Англии они выйдут, наверное, в хороших формах. И мы можем уже спокойно со всеми этими топ-клубами тягаться. Поэтому пока, наверное, в классе будем играть. Ну и нам очень надо побеждать, если мы хотим выйти в плей-офф притязонки. Пасмурная сегодня погодка над стадионом. Манчестер Юнайтед против Кавасаки. И японцы разводят в центре поля. Бруно хороший пас. Рафель Варан. Штрафной или пенальти. Я не знаю, что там, но, скорее всего, пенальти. Пробил Рафель Варан с дальней дистанции. Причем удар вряд ли можно назвать удачным. Но мяч попадает в руку. По-моему, была рука, и она была в пределах штрафной. Соответственно, это 11-метровый. Да, арбитр указывает на точку. Бруно подходит. Но нет. У короля отнимать его хлеб. Вы чего, ребят? Не по-людски это как-то. Криштиану 1-0. Пятая минута. Роналду забивается. Грустно, что пока только с пенальти. То есть третий матч. У Роналду два гола, но оба с пенальти. Вот это грустно. У Бруно весь его хлеб отнимают. Не, ну знаете, мы будем делать так. Если Роналду забил в матче, и если в этом же матче после забитого гола Роналду назначается пенальти, то Бруно его будет бить. Давайте сделаем так. Если там, конечно, Роналду не надо будет решать какие-нибудь вопросы, связанные с бомбардирской гонкой и так далее и тому подобное. Ух ты. Удар головой, дыхай на месте. Решфорд. Ну и в центр. Криштиану здесь надо просто решать. 2-0. Защитник ему не помеха. Я на секунду побоялся, что может быть все-таки сейчас его защитник Йокугамы, по-моему, или как называется, да? Съез его. И все, и пробить не позволит. Но нет, Криштиану кое-как сумел пробить. И, как оказалось точно, мяч оказался в сетке. 2-0. Первый гол с игры Роналду в этом сезоне. И то в предсезонном матче лишь. Здесь, конечно, отпустили Криштиану. И он спокойненько отправляет мяч в дальний угол. 2-0. Кавасаки против нас играет. А не Йокугамы. Извиняюсь. Роналду. Дальний выстрел. Криштиану! Бог ты мой! Вот, ну, король. Да здравствует король. Имя ему Криштиану Роналду. 3-0. К 43-й минуте МЮ громит своего соперника. Хэт-3 к Криштиану. Ну, какой голешник он положил. Мамма миа. Какой сумасшедший гол. Он, походу, разгоняется. Он потихонечку, постепенно раздувается. И вот мы уже доехали с двух пенальти подряд. До вот такого шедевра. Бог ты мой! Роналду. С ума сойти. 3-0. По ударам мы громим своего соперника. 6-1. По новой графе XG, которая появилась только в этой части FIFA. Там у нас тоже даже все слишком хорошо. У нас там 1,9 против 0,5. То есть, понимаете, у нас ожидаемые голы меньше 2. А мы 3 забили. Эффект Роналду. Опасно! 3-1. Хороший гол. Сбивают наши японские соперники. И на 50-й минуте они один мяч отвитали. На самом деле, хороший гол. Вот этот классный перевод. Передача в центр. И удар с разворота практически. В ближний угол. Дхея не достал до этого мяча. Ох, как он был близок. Ну, рука пролетела мимо этого мяча. 3-1. Кавасаки. Роналду. Ушел от защитника. Бог ты мой, что он творит. И на месте голкипер. Хороший пас. Бруно Фернандеш. Удар в дальний перекладин. Замена в составе мяча 4-й минуты. Их Марсиаль. Их Марсиаль. Это получилось. Причем с первой попытки. Хочу обратить ваше внимание на этот факт. 79-ая минута. 4-1. А то я очень сильно боялся после этого пропущенного гола. Я очень боялся. Сейчас, не дай бог, Кавасаки второй забьют. И все. И интрига, и нервы вернутся. И нам придется опять забивать. Ну и вот Марсиаль забил и интригу похоронил в этом матче, как по мне. Потому что 4-1 на 79-й минуте уже вряд ли отыграть. Все. Финальный свисток. 4-1. Разгромили мы Кавасаки благодаря хитрику Криштиану Роналду. Ну и вот он уже переодетый в тренировочную форму. Пошел забирать прислушанную игроту матч. И послушайте, как его приветствуют трибуны. Боже мой. Это фантастика. У меня уши закладывают от таких оваций публике. Это что-то невероятное. Но это еще раз доказывает все величие португальца. Рен хотят купить Джонсон. За 3,950. Ну, за 3,500. Но можно до 4,100. Давайте. В принципе, не так уж и важно. А, вот в чем дело. Смотрите. Леха Миранчук. 78 рейтинг. Цена 17,5 миллионов евро. Зарплата 45,500. Вот почему его тридцатник не устроил. У нас полуфинал претезонного турнира против Атлетика Мадрид. Ну, у них состав, конечно, это да. Облако, Эрмоса, Филипп Исавич. Лемар, правда, в центре поле все делать непонятно. На Кандыгбея, Коке де Пауль. Слева. Вот это тоже вопросик. Корейн, мне кажется, Лемарс в де Пауле должны на местах махнуться. И в нападении Гризман и Суарес. Это будет, конечно, мощно. Это будет жестко. Но мы прежде всего дадим сегодня отдохнуть поле Пагбе, который подустал. И выпустим Фреда вместо него. Вот этот матч, кстати говоря, все может расставить по своим местам в плане наших целей и задач и нашей силы вообще. Потому что Атлетика это очень серьезный соперник. Играют они основным составом. Поэтому битва должна получиться очень равной. Вот формы сливаются. Это мой косяк. Извините, я не посмотрел на формы. Ну и мы увидим сегодня очередная наша проверка против грандов футбола. А что мы вообще против них можем на мировом уровне сложности? Я охренею! Я впервые такое вижу! Я охренею! Вот это вообще бред такой! 1-0. Луис Суарес празднует. Хотя, конечно, это будет автогол Маркуса Решфорда. Я впервые такую клоунаду в FIFA 22 вижу. Добро пожаловать! У многих такая хинея была. Я такую видел. Но это против меня работало. Точнее, за меня. Сейчас это необъяснимо. Это факт. Я нажимал, чтобы ДХ сделал передачу в одно касание. Понизу. Что сделал Давид? Большой-большой вопрос. Такой бред. И мы 1-0 проигрываем. Такое ощущение, как будто у нас, знаете, плей-офф Лиги Чемпионов. И первый матч мы уже 1-0 проиграли. Поэтому, по сути, выходим на этот матч, уже имея проигрыш 1-0. Бруно! Крестовина! Конечно, да. Решфорд как разбирается со всеми. Передача Роналду. Разворот. Удар в дальний на месте Яноблок. Ну, кстати говоря, такой себе ударчик получился у Роналду. И нам только что показали Давид ДХ, знакомое лицо. А что он раньше играл в Атлетика? Что-то я такого не помню. Рафаэль Варан головой! И Яноблок отпустил от себе мяч на секунду, но Роналду не успел подбежать и вколотить его в сетку. Горизман подача. Опасно! 2-0! Боже мой, какой выстрел Хоки в ближнюю девятку. Капитан забивает на 21-й минуте. И 2-0. Казалось, мы отбились, но не тут-то было. Второй темп атаки Атлетика. Оказывается результативно. Здесь Лемар. Пяточкой. Суарес в касание направо. И Коки. Сумасшедший выстрел. А, ну и тут еще и мяч перед ним подскочил прям четенько. И ДХ опять не удел. Роналду! Бить надо! Опять слабенький удар. Опять на технику. И опять тащит Яноблок. Бруно и на Криштиану. Роналду надо забивать. Да почему, Криш? Тебе 36. Алло, у тебя опыта знаешь сколько? Почему? Что за ребячество? Я не понимаю. С левой надо было в одно касание. Ведь зачем? Объясни мне! Ты же профессионал. Это раз. Во-вторых, у тебя там столько свободной зоны было, что ты мог спокойно этот мяч принять. Переложить под правенькую. И уже как надо бить. Бруно, хороший пас. Роналду принял удар. Вот. Вот. Вот это от тебя и требовалось в том моменте. Спокойно принял. Спокойно под правую. И в дальний. И получите, распишитесь. Вот что от тебя требовалось в том эпизоде, Криштиан. 2-1. Мы еще живы. Роналду, конечно, интересно пробил. Там не уследил за ним защитник немножко. За который я очень боялся. Это был Филиппе. Но он никак не помешал Криштиану забить. Ой-ой-ой-ой-ой. Прораскок. Варана. Антуан Гризман бьет на месте Давид Дехэ. Коке. Удар Савича мимо. В параллельной встрече играют Реал и Баварий. Там пока 1-0 сливочные ведут. После первого тайма. Ой-ой-ой. Это Малимар. Молодчина Дехэ. Дони Ван Дебек. Попытка дальнего выстрела. Яноблок переводит мяч на угловой. Какое открывание Роналду. Криш надо забивать. Криш. Кришик. 2-2. Мы живем еще. 72-ая минута Криштиану Роналду. Дубль в сегодняшней встрече. Ох, раскочегарился португалец. Ох, разошелся. Ну, я, собственно, и говорил, что 0-2 с Реалом это так. От того, что команда вкатывается только в сезон. Вот мы уже к какому-то, к пятому матчу разогрелись на только, что Криштиану начинает штамповать галлы и только так. 2-2. И все самое интересное впереди. Ну, это было бы уже из ряда фантастики, если бы Роналду сейчас такое положил бы с 40 метров. И 90 минут завершаются за счетом 2-2. Но и, насколько я помню, в претизонном турнире победителей в таких матчах будет выявлять серия пенальти. Да, абсолютно верно. Давайте мы только Роналду с Санчо местами махнем, чтобы Криштиан убил последним. Луи Суарес. Ух ты! Интересно, интересно. 1-0. Бруно. 1-1. Облако даже не шелохнулся. Следующий. Антуан Гризман. Ну, в какой угол он смотрел, туда он и попал. 2-1. Джейден Санчо. 2-2. Хорошо. Немножко дрогнул я, но все прошло нормально. Том Алимар. 3-2 по углам. Пока все забивают свои удары. И такое чувство, что эта серия будет до первой ошибки. Ну и для первого спасения в данной ситуации Маркус Рэшфорд. Не смог забить. И Дехея тут же в ответ. Облако потащил. Фред. Умница. 3-3. Финальные удары. Де Пауль. Штанга. Роналду. Вот, пожалуйста. Вот зачем, спрашиваете. Вот за этим. Криштиану. Криштиану. Роналду. Не забил. На месте облак. Продолжаем. Марк Шлоренто. 4-3. Ну и теперь судьба в руках, ну, либо Яна Облако, либо в ногах Дони Ван Дебека, который пошел исполнять 4-4. Очень уверенно, очень мощно. Хорошо. Продолжаем. Анхель Куре. Перекладина. Надо забирать эту победу. Аарон Ван Бесако идет за этим. По центру и 5-4 мы выходим в финал. Вот так это делается. Сумасшедший камбэк. С 0-2 мы сумели отыграться. И дальше уже вырвали победу в серии пенальти. Вот иногда не нужно ничего выдумывать. Иногда просто надо лупить по центру. Как это только что Ван Бесако сделал и все. В параллельном матче Бавария перевернула исход этой встречи. И в итоге все-таки выиграла 2-1. А это значит, что играть нам с мюнхенцами предстоит. Джоунс Продан. Ван Бесако хотят в ПСЖ. Но нет. Отклоняем. По Эрику Баи. Предложение от Вольвер Хэмптона в размере 17 миллионов. Нет. Так. Ну времечки там у нас много. Уже накапало. Я смотрю. Так серия идет уже 49 минут. Исходник. Напоминаю. Потому что в обрезке это будет конечно же быстрее. Но все-таки давайте сыграем финал сегодня. Прямо сейчас. Да. Получится серия длинненькая. Но ничего не могу поделать. Состав конечно уставший. Это очень плохо. Потому что основа это наше все. И как мы без основы сейчас будем. Я не представляю. Ну вроде не все так плохо. Есть конечно слабые места. Но если что мы все их заменим во втором тайме. Вот так отправляемся на игру против Баварии. Что-то у меня такое впечатление. Что вот так же как матч с Атлетикой Мадрид. Нам может не повезти. Из Баварии конечно будет все намного сложнее. Потому что. Ну вы видели их состав. Это конечно жесть. Маркус Решетт получает хорошую передачу от Бруно. Удар в дальний. Интересный дегкий пляж. 1-0 мы повели на пятой минуте. Забивает Маркус Решетт. Которому уже 22 года. Но в моем сознании он до сих пор останется тем самым школьником. Которым его дразнили несколько лет тому назад. Классную передачу выдал Бруно. Ну и вот такой удар. Интересная реакция Мануэля Нойера на этот выстрел. Давайте посмотрим где-то мяч пролетел. Что наверно так среагировал. Ну интересно. Интересно. Как раз пока вот эта атака шла. Я все думал что. Ну вот после такого тупого автогола. Который был в том матче с Атлетикой. Очень обидно было бы вылетать. Даже с товарищеского предсезонного турнира. Все равно очень было бы обидно. Поэтому можно сказать эта карма нам вернулась за тот автогол. Левандовский дальний выстрел. ДХ я хорош. Левандовский. Опасно. Он может на дальнем выкатить. Но он решил пробить сам. И не прогадал. 1-1. Пятнадцатая минута. Роберт Левандовский. Здесь очень опасная зона. У Томаса Мюллера на дальней штанге была. Он очень опасно забегал. Но Левандовский как истинный нападающий. Его проигнорировал. И не зря. Поль Пагба. Ух ты. Какой отскок от Нойера. Могло он ведь повезти. Санчо против Альфонсо Дэвис. Это, конечно, смертельно опасно. Но Роналду выводит Мюл вновь вперед. Потому что у Джейдана Санчо хватило той форы, которая у него была. И он сумел додержать мяч у себя. Не позволив Альфонсо Дэвис у себя догнать. Выкатил в центр. И Криштиану после микрозаминки. Вот здесь во время этого приема мяча. После которого Мейсер чуть не остановилась с нервов. С левой ноги отправляет мяч под перекладину. 2-1. Подача. Коман. Мяч едва не залетает в ближний угол. Ох, передача хороша. Люкшоу. Набегает Маркус Решфорд. Но неудачно бьет головой. Мюллер. Передача под удар. Рикошет. И головой все-таки Серж Гнабри отправляет мяч в сетку ворот. Манчестер Юнайтед. И счет становится 2-2 на 40-й минуте. Неприятно такие голы пропускать. Передача. Горецко бьет. Рикошет от спиннеров Эля Варана. Точно на дальнюю штангу. К Сержу Гнабри, который бьет головой. И мяч от груди Давида Дэхэйм. Залетает в сетку. Неприятно. Томас Мюллер. Давили до Горецки. Дэхэй, я умничка. Который там бедный замотался, как белка в колесе уже в этих воротах. И едва его на противоходе здесь и не поймали. Перерыв. 2-2 пока в матче Манчестера Юнайтеда Бавария. Ну что я могу сказать. Бавария демонит. Эти передачи. Дриблинг, контроль и так далее. Это, конечно, Бавария. Как она есть. Криштиану. Решфорд. Роналду. 3-2. Повезло и нам здесь со скоком. Не только Бавария должна вести. Правда ведь? И Криштиану оформляет дубль на 51-й минуте. И мы вновь выходим вперед. Вот это матч, а. Ну такие матчи мне нравятся. Да, они очень сложные. Потому что видите, как Бавария демонит. Но. Когда вот так на равных ведется борьба. Когда такое месиво. Это, конечно. За это мы и любим футбол. 3-2. Роналду отдал. Решфорд пытался пробить. Мяч просочился между ног у игрока Бавария. Кристенсен это был. И Роналду оперативником. Успел среагировать. И отправить мяч в сетку ворот Мануэля Нойером. Роналду. На месте Нойера. Слушайте, что в Санчо вселилось? Он то бегал в шапки-невидимки. По полю все эти 5 матчей. То сейчас он дважды выигрывает спринтерскую борьбу у Альфонсо Дэвиса. Где-то запасом. Где-то просто хитростью. Криштиану. На месте Нойер. Ливандовского меняют. Это серьезный звоночек. Выходит какой-то молодой пацан у Баварии. Какая передача в разрез. Тильман. Вот этот молодой парень, который вышел вместо Ливандовского. Первый удар достаточно опасный, как по мне. Но выше ворот. Коман. Прострел. И Мюллер. 3-3. Вы меня какими-то такими матчами в могилу сидите, честное слово. Томас Мюллер сравнивает сейчас матч на 71-й минуте уже в третий раз подряд. Ушел Ливандовский. Но остался старичок Томас, который тоже умеет и любит забивать. Коман пробежался здесь. Прострелил. И в падении Томас отправляет мяч в пустые ворота. Роналду. Нойер. Грин у нас появляется вместо Санчо. И появляется... У Баварии не идентифицировал. Честно, по лесу кто это? Но вместо Горецки это точно. А, Марк Рокко. Роналду какой пас получает? Роналду. Ну-ка, Криш. 4-3 с левой ноги. Вот он показывает, кто у нас король. Кто у нас лучший. Хэт-трик Баварии. Все очень просто. Причем с левой ноги. Я все под праву ему перекладываю. На технику бы я думал удобнее. Он с левой на силу хреначит. И все, и нормально. И живет своей жизнью. 4-3 мы вновь впереди. С ума сойти. Какой матч. Прострел. Мюллер. Удар. ДФ. Не торопимся никуда давить. Как Решфорд втопил. Была поддержка в центре. Роналду. С левой в дальней. На месте Нойер. Подача Люкушоу. Роналду. На месте Нойер. И финальный свисток. Ну что? Неожиданно, как по мне. Для меня это неожиданный результат. Не знаю, как для вас. Но мы выигрываем предсезонный турнир. Наш первый трофей в карьере. Ну. Роналду это бог. Это монстр. Это король. Я не знаю, как еще называть этого человека. Ему 36. Но посмотрите, что он творит. Да, это предсезонный турнир. Но мы играли с топ-клубами. С их основными составами. Поэтому я считаю этот турнир вполне заслуженным. И вполне себе серьезным. И мы его выигрываем. Неожиданно. Потому что после 0-2 от Реала я не был уверен, что мы сможем сдюжить со всеми этими топ-клубами. Но мы сдюжили. С самой Баварии, которая сегодня выглядела хорошо. Она очень классно сегодня играла. Ну а вот несколько случайностей. Несколько отскоков. А где-то вот этот вот дядька. И все. И Манчестер Юнайтед увозит первый трофей. В новом сезоне. Магуайр, как капитан команды. Вместе с Роналду. Поднимают над головой этот кубок. Мы чемпионы предсезонного турнира. Я конечно понимаю, что не стоит особо радоваться этому трофею. А то Спартак тоже радовались. Мы выиграли кубок в матч премьер. Мы всех там подарях разделали. А что в итоге в чемпионате? А в чемпионате сами знаете что. Обкакились. Поэтому. Движемся дальше. Прекрасно, что у нас есть трофей. Прекрасно, с кем мы его выиграли. Но естественно не будем на этом останавливаться. Потому что сезон только начинается. Впереди и кубок. И лига чемпионов. И чемпионат Англии в конце концов. И вот там будет жарище. Да. Нам щедро отсыпали. Динжат. Ну и руководство клуба нам прислало сообщение. В котором звучит следующее. Поздравляем. Победа в финале турнира Азия на Лид Кап. Это серьезное достижение. Благодаря выходу в подней стадии турнира возрастла популярность нашего клуба. Что пойдет на пользу всей нашей организации. С нетерпением ждем начала нового сезона. Надеемся, что дополнительные средства, выделенные на трансфере, помогут вам еще больше усилить состав. Денег у нас хоть отбавляй. Но наши трансферные варианты послетали. Ну, кстати, Юрент и оправился. Да все они оправились. Они готовы с нами говорить. Поэтому в следующей серии мы начнем как раз таки с этих трансферов. Вы можете еще, кстати, подкинуть варианты, кого купить. Я с удовольствием прочитаю. Добавлю в центр трансфера. Может быть, они как раз нам помогут в будущем. Ну, а на сегодня все. Не забывайте, конечно же, поставить лайк. Подписаться на канал. Нажать на колокольчик. С вами был, как всегда, Мигу. Увидимся. Всем до скорого. Всем пока. С вами был, как всегда.